Дюрокс Россияне ищут альтернативы запрещенным в стране презервативам Дюрокс И как выяснилось, переживать не стоит Есть множество других вариантов, как говорится, на любой вкус Наш корреспондент Наталья Бухмина разбиралась в средствах контрацепции Ну что же, в ближайшие месяцы россияне не увидят на прилавках аптек и интиммагазинов презерватива фирмы Дюрокс А все потому, что британцы не зарегистрировали свою продукцию по оформе Вообще презервативы резиновые изделия номер два обязательно должны проходить техническую, токсикологическую экспертизы Всего этого сделано не было Но пока Дюрокс улаживает юридические и медицинские аспекты, россияне, можно сказать, начали бить тревогу А все потому, что название Дюрокс у всех на слуху, цена их изделия недорогая Поэтому сейчас они активно ищут какую-либо альтернативу этим средствам контрацепции Разобраться в многообразии мне сейчас поможет консультант магазина для взрослых Леоника Леоник, здравствуйте Ну что же, насколько я знаю, более 60 видов презервативов существует Первый мой вопрос После исчезновения Дюрокс, насколько сильно просела вообще эта отрасль? Ну то есть, насколько значимое место они занимали вообще в сегменте? От нет У нас ничего не просело Просто ушла какая-то позиция, которой мы в принципе особо и не пользовались В основном ею торговали аптеки А секшопы торгуют другой продукцией У нас есть Германия в очень больших объемах и очень разные Есть и пролонгирующие, есть и облегченные, есть и ультратонкие, есть обычные классические, есть со вкусом Я не могу перечислять все, что мы имеем Есть фирма Майсайс, также Германия Очень хорошая фирма, у нее очень необычные презервативы То есть на сегодняшний день здесь получается самый большой максимальный размер Но если говорить о цене у тех же немецких презервативов Цена варьируется от 50 рублей за презерватив до полутора тысяч и даже до трех тысяч за сагами Например, это Япония Полутора тысячи это упаковка? Да, это большое количество Это Япония, они ультратонкие, они ультрасовременные, они не из латекса, а из полиуретана Полиуретан, я насколько знаю, он вообще тоньше чуть ли не в три раза, чем латекс Совершенно верно, соответственно, он обладает определенными свойствами Например, есть женщины, у которых на латекс есть аллергия, может даже возникнуть молочница Так вот, на полиуретан подобной аллергии не возникнет, а значит, не будет никаких проблем Послушайте, а российские презервативы вообще у вас есть? На сегодняшний момент у нас есть совместное производство России Есть мартовский код, так называемый, там три презерватива стоят 60 рублей То есть это совсем минимальная цена, которая никого не обременит Так, чтобы этим могли пользоваться все абсолютно Ну, многие, наверное, не совсем доверяют нашим российским производителям презервативов Потому что вот в аптеке они продаются рублей за 20 Ну, как бы можно быть абсолютно уверенными в собственной безопасности Абсолютно, они проходят такой же контроль, такое же тестирование Они проходят все необходимые проверки Наши обычные, как вы сказали, изделия номер два Ну что же, как мы видим, большое разнообразие контрацептивов на сегодняшний день На прилавках представлено, поэтому паниковать все же не нужно Тем временем британская компания Durex все же подала заявку на регистрацию новых изделий Поэтому, возможно, уже в ближайшие месяцы эти презервативы снова появятся на витринах Наталья Бухмина, ЦРН Колдаев, Live